Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. Сегодня мы будем читать 19 главу этой книги, которая состоит из 29 стихов. Христианские экзегеты уточняют, что в данной главе приводится ответ Иова на рассуждение Вилдата, изложенное в предыдущей главе. Хотя дух его скорбел и сильно разгорячился, ибо Вилдат был явно раздражен, но он позволил ему высказать все, что тот хотел, и Иов не прерывал его речь. Когда же тот закончил, то Иов дал ему честный ответ. То есть как бы по каждому из пунктов. Первое. Иов жалуется на несправедливые отношения, очень болезненно его воспринимая. Во-первых, утешители, так называемые, добавили ему страданий. Об этом с первого по седьмой стих. Но в то же время Иов не перестает понимать, что без попущения Бога страданий не бывает. Об этом с восьмого по тринадцатый стих. Далее. Иов утешает себя надеждой на блаженство в ином мире, хотя в этом мире имеет мало утешения. Тем самым он торжественно исповедует свою веру и желание, чтобы это было отмечено и записано, сейчас бы сказали запротоколировано, как доказательство его искренности. Заканчивает свое рассуждение предостережением в адрес друзей, чтобы они не упорствовали в суровых осуждениях его. Об этом с двадцать восьмого по двадцать девятый. Итак, первый пункт. Иов жалуется на несправедливые отношения, очень болезненно его воспринимая, ведь утешители добавили ему страданий. Об этом с первого по седьмой стих. Во всем мире утешители действуют выборочно. Кого-то они хотят утешать, кого-то они хотят разозлить, кого-то реабилитировать, кого-то опозорить. Мир политики сравнивается в Библии с бушующим морем, который пенится, как некими срамотами, волнами своими. То есть все непостоянно, все неопределенно. И мы читаем с первого стиха и ниже. И отвечал Иов и сказал, доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами. Вот уже раз десять вы срамили меня и не стыдитесь теснить меня. Сейчас это принято, нападать на церковь, на христианство в целом, на религию как таковую. Появилось на Западе целое движение так называемых новых атеистов, но на самом деле они озвучивают все старые глупости атеистического мировосприятия. Вот уже раз десять вы срамили меня и не стыдитесь оттеснить меня. Если я действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. О чем это? Если человек что-то нарушил, то это лежит на нем, и сам грех накажет его. Зачем еще сыпать соль на рану? То погрешность моя при мне остается, то есть за все взыщется. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Очень многие хотят повеличаться над церковью, на ток-шоу, начинают учить христиан, что такое конец света, как это произойдет и как это должно произойти. Мир хочет повеличаться над христианской эсхатологией прежде всего, но и над христианской экклезиологией, когда политики сталкивают одну группу верующих с группой других верующих. Вот я кричу обида, и никто не слушает, вопию и нет суда. Далее идет раздел с 8 по 13 стих, главная мысль, Бог был творцом его, Иова, страданий. Да, страдания нам причиняют люди, но это все не без попущения Божия. И Иов восклицает, он, то есть Бог, преградил мне дорогу и не могу пройти, и на стези мои положил тьму, неужели Бог вводит человека в некую западню? Нет, конечно. Скорее всего, Он оставляет человека в тех заблуждениях, в тех предубеждениях, в каких он оказывается, один на один, потому что человек все-таки свободное существо, и Бог не может все время отдергивать нас. «Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей». В Новом Завете сказано, что суд начнется с народа Божия. Из церкви христианской совлекают славу ее, снимают как бы венец с головы ее, разоблачают, позорят, обвиняют и достаточно часто совершенно ложным образом. Кругом разорил меня. В свое время у христиан отбирали храмы и превращали их в светские учреждения. Сейчас одна группа христиан может отбирать храмы у других христиан. Мы это наблюдаем на территории Украины. И политики занимают сторону то одной стороны, то другой стороны по своему спекулятивному усмотрению. «Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою». Что значит «и как дерево он исторг надежду мою», то есть как бы выдрал это древо моей надежды и корней даже не осталось. «Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими». То есть Бог начинает судить мир через суды над церковью. Эта истина устанавливается в Новом Завете. «Полки его», то есть полки Божии, пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего, то есть как ведущие военные действия, а полки Божии это ангелы. Ангелы, кстати, очень опасные существа. Отцы церкви об этом писали. Бог может проявить милосердие, но когда ангел совершает мщение, он ничего не проявляет, он действует так, как ему было сказано. Поэтому отцы церкви говорили, что если бы апостол Петр не отрекся бы от Христа трижды, то он не смог бы стать главой церкви, ведь в этом случае он был бы чист как ангел, а ангелы слишком прямолинейны, и он не смог бы управлять церковью. А имея опыт собственного трикратного отречения от Христа и потом опыт возвращения к нему, он мог сострадать согрешающим, и только такой может стать лидером церкви. Братьев моих он, то есть Бог, удалил от меня и знающие меня чуждаются меня. Когда человеку тяжело, конечно, он хочет, чтобы близкие родственники его были с ним, но иногда Бог оставляет нас один на один с тем ужасом. И знающие меня чуждаются меня, тем более, даже братья разбежались. Что же говорить о знакомых? Далее с 14 по 22 стих родственники и друзья сторонились и стыдились его с тех пор, как беды обрушились на него. То есть пока у него все было хорошо, у Иова, конечно, все родственники и друзья, и знакомые сходились на пиршество к его дому, но когда начались проблемы, все разбежались. Иов это такой образ, который часто являет нам Христа, который был оставлен даже своими учениками. Поражу пастыря и рассеются овцы, как сказано в Писании. Это образ Христа, который невинно страдает. Потому что в нем, во Христе нету никакого преступления или греха. Как Иов, он не может понять, почему, для чего он страдает. Хотя мы с вами уже знаем, это для того, чтобы усовершенствовать этого человека. И вот смотрите, что сказано о Христе, послание к Титу, 2 глава, 14 стих, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот почему Бог посылает трудности, чтобы очистить нас, чтобы все примеси отстали бы от нас и чистым царственным золотом веры христианской мы бы просияли. 14 по 22 родственники и друзья сторонились, стыдились его. Но это только тогда, когда беды обрушились на него. Покинули меня близкие мои, знакомые мои, забыли меня, пришлые в доме моем и служанки мои, чужим считают меня, посторонним я встал в глазах их. То есть от Иова отворачивается не только его жена, но и даже челядь, даже служанки. Зову слугу моего, а он не откликается. Устами моими я должен умолять его, то есть еще надо докричаться до него. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Здесь он говорит о том, что для жены невыносим не только вид Иова, но и дыхание, которое исходит от него, как я уже говорил неоднократно, когда человек болен проказой, то запах, сладковатый запах мертвого человеческого тела распространяется, и особенно, когда он начинает говорить. Дыхание показывает, что разложение началось уже и внутри, внешне это всегда проявление внутреннего. Дыхание мое противило жене моей, и далее даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мной. Дети иногда бывают очень жестокими по отношению к коллегам, к людям, которые оказались в крайних затруднениях, и это особенно больно для него, тяжело, ведь когда он был в славе, в величии, все сбегались к нему, дети радовались вокруг него подарком, знакомые наслаждались тем, что они знакомы с таким человеком, как некогда было отношение к церкви, все заискивали перед церковью в Западной Европе, в Восточной Европе, все подчеркивали, что они готовы быть меценатами церкви, многие получали благотворительную помощь от церкви, но то, что происходит сейчас в планетарном масштабе, это печально, развенчание церкви, если люди не переносят дыхание, им представляются мерзкими и те слова, которые говорит церковь, ее служители, слуги Божии, гнушаются мною все наперстники моим, что значит наперстники моим, которые хотели приблизиться к моей груди, поближе к моему плечу, и те, которых я любил, обратились против меня, всегда есть люди, которых мы знаем, с которыми мы общаемся, есть люди, которых мы очень любим, очень ценим, особенно потеря таких людей беспокоят нас, кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих, то есть кожа лица настолько стянулась, что кожа как бы неким рельефом обнаруживала зубы, он уже как труп, он уже как скелет, костяк обтянутой кожей, помилуйте меня, помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Здесь он не пытается обвинять уже никого ни в чем, потому что он уже понял, что все совершается по воле Божьей, и когда Христос восклицает в Гефсиманском саду, доминует меня чаши сия, потом он произносит «Впрочем, не моя, но твоя воля добоит». Христианская экзегеза книги Иова создает некий Гефсиманский сад, когда под Иовом мы видим Христа оставленного, брошенного, преданного учеником, но невинного ни в чем. 22 стих «Зачем и вы преследуете меня?» Почему он так говорит? Вы же видите, Бог меня сокрушает. Не надо помогать ему в этом. «Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться?» «Вы что не видите, как бы говорит он, что ничего уже не осталось здорового?» Далее с 23 по 27 стих Иов, на чем настаивают экзегеты, утешает себя надеждой на блаженство в ином мире, хотя в этом мире имеет очень немного утешения. Тем самым он торжественно исповедует свою веру и желание, чтобы это было отмечено и записано как доказательство его искренности. То есть он уже смирился, он уже принял Божьи суды, он выпил желчь до конца. И когда Христу подносят губку желчью, он отвергает. Почему? И тем самым он показывает, что он уже принял всю желчь наших грехов, пороков, беззаконий, эта губка уже ничего не сможет прибавить к тому, что Христос взял на себя. Иова обвиняют в чем угодно, его подозревают в чем угодно, но Иов, который еще спорил с друзьями, пытался их как-то остановить, что же вы делаете, как сейчас мы предъявляем претензии разным странам, они предъявляют претензии нам, но если суды Божии, если Господь попустил нам всем потерять разум, то кто может это остановить даже от ядерного безумия. Итак, 23-27 стихи, «Ой, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге», конечно, Иов не предполагал, что так все и произойдет. И через тысячи и тысячи лет люди будут читать книгу Иова, будут слышать его вопли, как через две тысячи лет мы слышим вопли распятого Христа, который с великим воплем, как сказано в Новом Завете, душею своею исходит из тела. «Ой, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным, соловом, на вечное время, на камни, вырезаны были», кстати, даже в советское время, когда издавали серию Библиотека Всемирной Литературы, в первом томе дается полностью переведенная книга Иова, полностью от начала до конца. Даже составители этой серии понимали значение этого текста. Этот текст переполнен экзистенциальными противоречиями, но в этом сила этой книги. И, казалось бы, мы достигли вместе с Иовом самой глубины страдания. Дальше только смерть. И вдруг 25-й стих и далее Иов восклицает. «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день воскресит из праха распадающейся кожу мою сию». То есть не другой воскреснет. «Я воскресну, и я воплоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Как можно увидеть Бога, о котором сказано, что Бога никто никогда не видел и видеть не может, если речь идет не о Богочеловеческом воплощении, о Господе нашем Иисусе Христе. Не надо удивляться, что древний ветхозаветный Иов видит Христа. Христа видит даже Ламех, муж Ады и Цилы, когда пророчествует после того, как он раскаялся перед женами, смирился, на чем настаивает Златоуст, что в 77-м поколении от Адама придет тот, который искупит грехи всего мира. Такое объяснение дает блаженный Агустин. Блаженной памяти Даниил Сысоев Который уже вошел в мир Божий. Он пишет, Иов от Бога оправдание хочет получить не от людей. Люди не поймут или поймут, но превратно. Иов от Бога оправдание хочет получить не от людей. Он говорит, а я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей. И здесь отец Даниил рассуждает как бы от имени Иова. «Вы меня преследуете, я нахожусь в тупике, и сам Бог меня преследует, но при этом Он же Бог, Он является живым моим искупителем», говорит Иов. Далее отец Даниил продолжает, слово «искупитель» в еврейском языке имеет несколько значений. Первое из этих значений «искупитель, мститель за кровь», то есть человек, который отомщает за невинно пролитую кровь. На Кавказе это называют кровник. В Ветхом Завете, если кто-то преднамеренно кого-то убивал, близкий родственник убитого должен был найти этого человека и также убить его. Человек, который очищал невинно пролитую кровь, назывался «искупителем». Второе значение этого слова «искупитель» – тот, кто выкупает пленника из рабства, и вот Бог является живым мстителем за кровь. Мы знаем, что со времен убийства Авеля земля не принимает крови, кровь, пролитая на землю, выпьет к Богу об отомщении. Господь наказывает за невинно пролитую кровь. Но кроме этого, Бог еще является тем, кто выкупает пленников из рук врага, из рук дьявола. Какой ценою? Ценою крови, собственной крови. Он мститель за кровь, выкупающий кровь. Поэтому Иов сквозь эти страдания видит искупителя. Почему он приобретает способность его видеть? Вот мы говорили про Ламеха по Златоусту. Ламех обрел способность видеть Христа за тысячелетия и тысячелетия, потому что смирился перед женами. Сейчас нам это трудно понять, но тогда это был подвиг смириться перед женщинами. Почему он приобретает способность его видеть Христа? Спрашивает отец Даниил Сысоев. Многие находят какое-то противоречие в словах Иова. На самом деле никакого противоречия нет. Будучи носителем образа Христа, потому что Иов невинно страдает, как и Христос невинно страдает. Он, Иов, сквозь свои страдания видит и страдающего Христа в будущем. И согласитесь, друзья, когда мы страдаем, мы ищем рядом с собой человека, который может нас поддержать. но как мы выясняем из книги Иова, это не родственник, это не сын, это не дочь, это не брат. Единственный человек, который может поддержать нас на рубеже между жизнью и смертью, это Бога-человек Христос Иисус, который смертью смерть попрал. «И он Иов видит, пишет далее Даниил Сысоев, озаряемый Духом Божьим, от него идущим, что это живой искупитель, он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Каким образом искупление связано с восстановлением кожи? Дело в том, что смерть Господа дает возможность воскреснуть каждому умершему, а воскресший Господь своим воскресением дает возможность воскреснуть и нам самим, будучи восстановленными силой воскресения Христа как победителя ада, смерти и дьявола. Далее идет отрывок 28 по 29 стих. Здесь Иов заканчивает свое рассуждение предостережением в адрес друзей, чтобы они не упорствовали в суровых осуждениях его. Но здесь он предупреждает их, и здесь мы уже не видим какой-то его злости и агрессии, потому потому что после того, как он узрел в своих страданиях страдающего Христа, он ведет себя более сдержанно. Он как бы подсказывает им, вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне, почему один народ объявляет войну другому народу, как будто корень планетарного зла сосредоточен в этом одном народе, безумцы. Иов предупреждает, убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд. Все, которые поступают неправосудно, они должны знать, что суд есть. И в книге Откровения Иоанна Богослова, 14 глава, 6-7 стих, мы находим такие слова. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». А что, если конфликты уже прекратились? А что, если суды Божии уже начались на нашей планете, как и Христос говорил, восстанет народ на народ и царство на царство, что, если мера Божьего долготерпения переполнена, и суд человечества начинается судом над народом Божием. Иов – это страдающий верующий человек, который черпает в Боге надежду и смысл своего существования, но глубина страдания столь велика, что только посредник между Богом и человечеством, Христос и Иисус Бога человек, может помочь. Евангелие называется вечным в книге Откровения. Вечным не в том смысле, что как только евангелисты написали четыре Евангелия, теперь они будут всегда. Нет. Первое Евангелие читается, звучит прямо в раю, когда Бог говорит, что от семени жены, то есть без участия мужского семени, придет тот, который сокрушит главу змия, а змей будет жалить его в питу, то есть издеваться над его телом. Ламех видит искупление всех грехов в 77-м поколении от Адама Авраам получает откровение, что в семени его, в неком одном его потомке будет благословение всем народам земли, он видит Христа и Иов. Иов видит Христа, Иов восклицает, «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплоти мою злю Бога, я злю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его, истыевает сердце мое в груди моей». Это слова надежды, это слова полные религиозного смысла и упования на Творца и Искупителя нашего. Итак, сегодня отцы, братья и сестры, мы сделали обзор 19-й главы книги Иова. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 20-ю главу этой книги. «Разбор для